Компания Всесоки продолжает знакомить вас с производством лучшей в мире техники для здорового образа жизни. Мы уже побывали на фабриках Лекуиб и Трайбест в Южной Корее, съездили в Чехию к известному производителю Сана. Но все это компании, которые производят разноплановую технику – блендеры, дегидраторы, соковыжималки. А сегодня мы приехали в гости к компании, которая на протяжении 30 лет выпускает один единственный в мире техники и делает это лучше всех. Если с выбором качественного дегидратора или надежной соковыжималки придется помучиться, то в случае с домашними мельницами такого выбора просто нет. Мы говорим мельницы, подразумеваем Комо. Фабрика Комо расположена в живописном уголке австрийских Альп в городке Хобфгарден. Именно здесь находится одноименный горнолыжный курорт, куда стекаются любители активного зимнего отдыха со всей Европы. Мы пробыли в Австрии два дня, за которые не только посетили фабрику и увидели весь производственный процесс от и до, но и пообщались с инженерами, а самое главное – создателями бренда Комо. Причем в неформальной обстановке. Но об этом чуть позже. А пока давайте пройдем в святая святых любой фабрики, производственный цех и своими глазами увидим, как же создаются лучшие домашние мельницы в мире. Еще недавно эти деревья росли на соседних горах, а сейчас их обрабатывают сначала на первичной обработке и в дальнейшем передают оператору, который помечает маркером различные сучки, дырочки, царапинки, углубления. И машина сама удаляет по маркеру полностью автоматический процесс, необходимые изъяны. Происходит это, как вы видите, очень быстро. И даже отходы не консолидируются внутри. Они с помощью специального конвейера выбрасываются наружу. Но они тоже не выбрасываются, их тоже в дальнейшем используют. После того, как наша древесина прошла первичную обработку, ее необходимо выровнять. Делается это в соседнем цехе на специальном оборудовании. Данная машина необходима для того, чтобы выровнять уровень. И в дальнейшем при сверх правильном уровне доски можно было эти доски склеить. Знаете, как вылипают стекла, потому что у них сверх плоская поверхность. То же самое этот аппарат делает с деревянными поверхностями. превращает их в гладкое сверх прямое стекло. И вот что у нас получается на выходе. Идеально ровные дощучки, из которых будет сделан корпус мельницы. Ну а как это происходит, давайте посмотрим. Перед нами корпус известной мельницы Кома Фидиплоп. Но что это такое? Это лишь кусок дерева, правильно вырезанный. А чтобы он был так вырезан, используется огромная машина. Автоматический трехкоординатный станок. Так скажем, 3D принтер для дерева, чтобы вырезать все технологические отверстия, просто задав нужную программу. Эта огромная установка производит и круглую форму. Как создать такую круглую форму? Для начала мы должны склеить несколько брусков, подготовленных заранее, вот в такой блок. Это заготовка. В дальнейшем вот эта огромная машина производит даже вот такие сложные детали. И вы никак ее не сможете сломать абсолютно никак. Она сверхпрочная. Потому что идеальная плоская поверхность, правильная склейка и супер технологии. Ну а чтобы все детали были очень гладкие на ощупь, нужно их отполировать. В данный момент мы видим, как сотрудник полирует корпус для мельниц на специальном станке. Я просил, чтобы мне дали попробовать, но, к сожалению, это слишком ответственная работа. Посмотрите, насколько внимательно бракуются детали. Вот передо мной сотрудник, который смотрит и отвечает за полировку. Но также вот эта коробка, я сначала не понял, что это, но это бракованные детали. Посмотрите, если мы посмотрим, со всех сторон она прекрасная. Где же была проблема? А проблема была вот в этой вмятине. Представляете? Вот такая вмятина. И все. Деталь бракуется. Давайте посмотрим другой момент. Например, крышечка для мельницы Кома Флокман. Какая здесь проблема? А здесь небольшие царапины, которые вы... и потемнение, которое вы на камере даже, может, не увидите. Еще посмотрим. Вот этот брусочек. Что здесь? Здесь небольшое затемнение дерева. Все. На мусор. Еще один момент. Что же здесь случилось? Посмотрите. Вот здесь маленькая, маленькая трещинка. И это уже не проходит по качеству. Представляете, насколько эти... это оборудование Кома качественное. Я бы хотел, честно, предложить делать что-то из того, что они бракуют, потому что у нас в России это считается отличным продуктом. Но им беднее. Это же Австрия. Сейчас мы находимся в отделе контроля качества. И контроль происходит очень просто. Из партии изымается определенная продукция в небольшом соотношении, выборочно. И специальный сотрудник проверяет на возможные внешние дефекты, на работоспособность и комплектацию. Делается это достаточно просто. И если что-то не так, у сотрудника есть специальный фотоаппарат, который это дело запечатлит и передаст на доработку. Итак, мы познакомились с производством деревянных частей для мельниц Кома. И теперь ясно, почему эти мельницы считаются лучшими. Процесс отлажен на 5 баллов. На фабрике используется высококлассная техника, на которой работают лучшие австрийские специалисты. Руководство компании наладило контроль качества на каждом этапе производства, что гарантирует вам получение эталонного продукта. Вот уж действительно австрийская, или скорее немецкая педантичность во всем. Ну что ж, с практической частью мы закончили. Теперь немного теории. Давайте пообщаемся с инженерами Кома и узнаем про двигатели, а также жернова этих чудо-мельниц. Любая мельница состоит не только из корпуса, но и из двигателя. И ее сердце двигатель, а также очень важная часть – это жернова. В данном случае это керамокорундовые, каменные, другими словами, жернова. Пользуясь случаем, давайте спросим Гарри, где производят двигатели для мельниц Кома и жернова. Откуда они появляются в наших мельницах. Производство этих моторов было запущено три года назад. Как вы знаете, двигатель – это сердце любого прибора. Это, кстати, промышленный двигатель новейшей разработки, который проходит несколько стадий проверки. Кроме того, двигатель обязательно проходит балансировку. Это тоже очень важно. А это керамокорундовые жернова, которые мы используем в наших мельницах. Это очень прочный и долговечный материал. Но способ изготовления жерновов мы держим в тайне. Форма этих жерновов специально разработана под наши аппараты. И вращаются они со скоростью до 200 оборотов в минуту. При этом они очень тихо работают, что немаловажно для покупателей. Кстати, на эти двигатели мы предоставляем 12-летнюю гарантию. Ну что ж, теперь мы знаем, что Кома использует высококачественные детали на всех этапах производства. Двигатель, электроника, жернова, буковый массив. Качество этих деталей подтверждено огромной гарантией, которую производитель дает на свою продукцию. А хотите посмотреть на начальника производства Кома? Герхард был немногословен, зато сказал все по делу. Скажите, в чем заключается философия качества продукции Кома? Дело в том, что люди, которые работают на фабрике, действительно любят нашу продукцию. Наш девиз – мы верим в качество. Во время нашей экскурсии на фабрику мы обратили внимание на сверхмощную систему вентиляции, которая установлена для поддержания определенного микроклимата в цехах. В первую очередь это делается для сотрудников этой замечательной фабрики, для их комфорта. На втором этаже фабрики находится сборочный конвейер. Но нам не разрешили снимать там видео, поскольку некоторые сотрудники Кома являются лицами с ограниченными физическими возможностями, и по понятным причинам не все из них были рады нашим телекамерам. Привлечение для работы сотрудников с ограниченными физическими возможностями – это не только государственная программа с дотациями и определенными привилегиями, но и добрая европейская традиция. Кстати, руководство фабрики все же позволило нам сделать несколько фотографий, благодаря чему вы можете посмотреть, как выглядит сборочный цех и ленточный конвейер. Во время съемок на производстве мы узнали интересный факт, о котором даже не догадывались, когда ехали в Австрию. Компания Кома производит не только мельницы, как я сегодня узнал, но также обычные палеты, также производится уникальная мебель, шахматы, и, вы знаете, я был очень удивлен, я спросил, что это такое? И оказалось, что это обычный горшок для цветов, но его качество, и мы видим работу Кома в плане дерева, а вот это сделано из кристаллов Сваровски. То есть вы представляете, насколько это дорогая вещь? Нам сказали, что она стоит от 2 до 4 тысяч евро. Ну что ж, пожалуй, самые интересные на фабрике мы вам показали. А теперь можно познакомиться непосредственно с руководителем компании Кома, вице-президентом Марселем, который любезно пригласил нас в свой уютный домик, расположенный здесь же в горах, недалеко от фабрики. Только что мы побывали с вами на фабрике Кома в Австрии, но сейчас мы поднялись в сами австрийские горы на высоту тысячу метров примерно, куда нас любезно пригласила семья Кома, ее создатели. И это их частный дом и одновременно лаборатория по созданию великолепных мельниц. Давайте войдем. О, здравствуйте, Виктор, заходите. Спасибо, что приехали. Давайте я покажу вам дом. Это наш конференц-зал. А сзади меня вы можете видеть офис нашей семьи. Это настоящий офис. Давайте зайдем. Вау! А что это? О, это изобретение моего отца. Он постоянно что-то придумывает, как, например, вот этот стоппер для двери. Стоппер-то? Это комплектация из мельницы, как вы помните. А это жернова. Эта штука сделана из жерновов. Да, это хорошая идея. Проходите. Как я и сказал, поскольку бизнес семейный, то и офис для всей семьи. Там в конце сидит моя мама. Она у нас главный бухгалтер. А вон там сидит ее ассистент. О, очень хорошо. Да. В том офисе сижу я и мой отец. Проходите, давайте я покажу, что у нас здесь есть. Здесь сидит мой отец. Посмотрите на этот прекрасный стол ручной работы. О, ёхан. Это сделал я и мой отец вместе. Это мое рабочее место. А это фотографии из истории Кому. Вот фотография моего отца. На ней он делает первую мельницу в 1985 году. Больше 30 лет назад. Это часть нашей истории. И здесь тоже запечатлен рабочий процесс. 30 лет назад он, конечно, выглядел помоложе. И стол еще другой. Посмотрите. Это моя мама. А это у нас была первая выставка в Австрии. Вот это очень хорошая фотография. Папа, мама и наши сотрудники. Это мой отец? Это мой отец. Да, это мой отец делает одну из первых мельниц 30 лет назад. Он делал ее здесь, в доме. Семейному бизнесу уже больше 30 лет, как я и говорил. А на этой фотографии друг моего отца и склад первых мельниц. Вот это первые двигатели. Кстати, знаете, где был склад? В моей детской комнате. Сейчас склад, конечно, больше, но и такое бывало. А, Масель, а вот что за окном? За окном открывается красивый вид. Каждый раз, когда нам нужно подумать или вдохновиться, мы смотрим в окно и воодушевляемся. Давайте пройдем в наш конференц-зал, и я покажу вам несколько очень интересных фотографий. Это наш зал для совещаний. А вот здесь висят фотографии, на которых можно проследить историю нашей компании. Вот так это выглядело раньше, много лет назад. И именно с этого места, где мы сейчас стоим, и началось производство мельниц Кому. И теперь это наш зал для совещаний. На этой стене у нас тоже есть на что посмотреть. Это наши сертификаты на дизайн, технологии и фирменный бренд. Все висят здесь. Да, это аж 1999 года. Это одни из первых регистраций. А вот здесь 93-й год, дальше 92-й. И, наконец, сертификация Е. А вот это? Это наш чертеж. Он постоянно здесь находится. Когда мы с отцом встречаемся и обсуждаем накопившиеся идеи, мы всегда смотрим на этот чертеж. Например, я могу говорить, давай изменим что-нибудь здесь, или у меня новая идея по поводу этого. Ну, как-то так у нас это обычно и происходит. Давайте присядем. Большое вам спасибо, Марсель, за великолепную экскурсию на фабрику Кома и за приглашение в ваш дом, в инженерный цех, так можно сказать, в сердце компании, где зарождались эти идеи. Здесь просто замечательно и красиво, и чувствуешь себя очень здорово. Расскажите, пожалуйста, об истории создания бренда Кома. Почему вы решили заниматься мельницами, производить их для людей? Спасибо за то, что приехали и за то, что нашли время. Мы очень рады, что вы решили нас посетить. Ну и давайте я скажу пару слов о мельницах. Начало было положено около 30 лет назад, когда мой отец сконструировал первую мельницу и постепенно начал ее совершенствовать. Со временем мельницы становились более качественными и надежными. И да, мы начали производство 30 лет назад, еще в моей детской комнате. Там мы собирали мельницы, вносили какие-то улучшения. Постепенно производство развивалось. И теперь у нас есть настоящий большой завод, собственная фабрика, на которой производится очень качественный продукт. На все мельницы, которые вы здесь видите, гарантия составляет 12 лет. Это самая дешевая модель, но гарантия на нее также 12 лет. А эта самая дорогая, и на нее гарантия тоже 12 лет. 12 лет на все аппараты. Не только на корпус или двигатель, гарантия на все детали. Это одна из причин, почему мы рекомендуем выбирать Кома. Наша продукция имеет высокое качество. Все делается здесь, в Европе. Сырье для мельниц берется из лесов Вены. Все материалы тоже отсюда. Какие у вас планы на будущее у компании Кома? Будете ли вы производить какую-либо другую продукцию, не только мельницы, а может быть, другую бытовую технику для здорового питания, блендеры, дегидраторы? Да, у нас есть интересные планы на будущее, но я не могу рассказать все, поскольку пока это коммерческая тайна, но мы постоянно развиваемся. У нас есть насадка, которая позволяет просеивать муку. Мы много работаем над тем, чтобы можно было измельчать более широкий спектр продуктов, в частности, травы. И у нас действительно появляется блендер, прототип которого мы представляли на нескольких выставках. И, кстати, он деревянный. Но я могу вам пообещать, что вы будете первыми в России, кто узнает о любой нашей новинке. Вы наши партнеры, и мы это очень ценим. Спасибо, что приехали, и спасибо за работу, которую вы здесь делаете. За то, что снимаете видео и делитесь идеями о мельницах. Может быть, мы даже сможем создать что-то вместе. И, конечно же, спасибо за то, что являетесь нашими партнерами. Вы можете приезжать, когда захотите. Наши двери всегда для вас открыты. Надеюсь, в скором времени я тоже смогу вас посетить. Спасибо, все зоки! Ну, вот и все, друзья. Очередной выпуск «Фабрики мира» подошел к концу. Мы побывали в чудесном городке Хопфгартен, расположенном в самом сердце австрийских Альп, и своими глазами увидели, как и в каких условиях на протяжении 30 лет создаются лучшие в мире деревянные мельницы Кому. Супертехника и великолепные условия для сотрудников, которые воспринимают фабрику не только как работу, но и как второй дом. В Россию технику Кому официально поставляет только компания «Все соки». С 2015 года мы выполняем полный цикл по продаже и обслуживанию продукции Кому, включая консультации по использованию, а также выбор ингредиентов для приготовления. Ручные и электрические мельницы для дома, хлопницы, просеиватели для муки и, наконец, коммерческие аппараты для вашего бизнеса. Грамотные консультанты всегда помогут с выбором оптимальной модели, исходя из ваших предпочтений. Интернет-магазин «Все соки» уделяет большое внимание контенту для каждого производителя. Сотни фотографий, десятки видеороликов, обзоры, рецепты, сравнения, подробные характеристики, 3D-модели – и все это для того, чтобы вы сделали правильный выбор. Деревянные мельницы Кому из австрийских Альп, мощные двигатели, безопасные материалы, широкий спектр возможностей, керамокорундовые жернова и самая длительная гарантия в индустрии. Неудивительно, что такая продукция выпускается именно здесь, в Альпах. Сказочно красивое место. Хочется верить, что мы сюда обязательно вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА